Продолжение следует... Я рада приветствовать вас сегодня от имени Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, который я представляю. И для начала представлюсь. Меня зовут Мещенина Анастасия Анатольевна, я доцент кафедры исторического регионоведения. Но сегодня я хотела бы обратить внимание еще на один свой статус. Я являюсь заместителем председателя методической комиссии подготовки Олимпиады школьников СПБГУ по истории. Ну и вот последние уже несколько лет я довольно тесно связана с развитием, скажем, олимпиадного движения, которое в нашей стране чрезвычайно популярно. Несмотря на сложившуюся в нынешнем году ситуацию, все Олимпиады, которые были запланированы, все равно состоялись. Какие-то прошли, как, например, наша полностью еще в очном режиме заключительный этап состоялся. Какие-то вынуждены были перейти в дистанционный режим. Но, тем не менее, мы знаем, что и Всероссийская тоже Олимпиада школьников решила так или иначе проблему с одаренными детьми, чтобы все участники региональных этапов оказались признаны призерами и так далее. То есть эта тема чрезвычайно сегодня востребована и популярна. Но меня попросили принять участие тоже в данном проекте именно в связи с этой моей ипостасью. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о таком тоже достаточно модном и, как мне кажется, весьма актуальном явлении, как коммеморативные практики в современном историческом образовании. Я остановлюсь сегодня на нескольких, так скажем, аспектах этой темы. Ну, некоторое внимание мы сначала уделим терминологии, обсудим, что же под этим понимают в современной науке. И в современном преподавании, да, скажу несколько слов об источниках и литературе. Ну, вот, а дальше мне бы хотелось, конечно, собственно, не цитировать. Многих очень авторов, которые пишут на эту тему, вы прекрасно можете познакомиться с этой информацией и сами. Вот, стоит лишь набрать соответствующие слова. А мне хотелось бы поделиться именно своим личным опытом использования таких практик при подготовке, разработке заданий для талантливых ребят, которые интересуются историей, которые принимают участие в Олимпиадах и так далее. То есть показать на конкретных примерах, может быть, именно методику использования таких практик. Ну, и мне бы очень хотелось, конечно, получить какую-то обратную связь, потому что не очень хорошо я представляю состав нашей сегодняшней аудитории. Наверное, это в какой-то степени преподаватели, в какой-то степени просто заинтересованные, скажем так, люди данной тематикой. Вот, чтобы, ну, понять, насколько вообще эта тема интересна, в каком ключе, может быть, стоит нам двигаться здесь дальше, да, и вообще, может быть, услышать тоже какие-то ваши предложения или соображения по этому вопросу. Прошу вас очень писать, если появляются такие вопросы или соображения, писать к нам в чат, и либо по мере нашего общения, да, либо в самом конце я постараюсь обязательно ответить на ваши вопросы и замечания. Ну, и так, и так, вот такие модные сегодня слова, которые вы видите на слайде, историческая память, да, мемориальный бум, memory studies, места памяти и, наконец, собственно, коммеморация, они сегодня достаточно часто встречаются в различных текстах, да, безусловно, встречаются тоже и в интернете, да, стоит только там нажать что-то такое, связанное с этой темой, огромное количество статей, презентаций, да, каких-то просто, может быть, соображений, высказанных в блогах и так далее, с этим связанных можно сегодня найти, то есть тема исключительно модная, да, повторюсь. Ну, возникла она и интерес к этой теме, на самом деле, относительно недавно, конечно, только в 90-е годы, ну, и думаю, что вы догадываетесь, что вот это направление исторических исследований пришло к нам, конечно же, с запада, да, из западных исследований, ну, и я даже не буду тоже перечислять, потому что, опять же, абсолютно в каждой статье в начале основоположники этой тематики, да, и Хальбакс, и Нора, да, и Асман, и многие другие обязательно перечисляются, обязательно надаются на них ссылки, это уже, что называется, классика, называется классика исследований в этой области. Ну, собственно, вот места памяти, да, это как раз понятие, которое и вел французский исследователь Пьер Нора, да, и которое у нас в стране тоже оказалось чрезвычайно востребовано, да, сегодня даже существует проект, там, российского, да, военно-исторического общества с аналогичным названием, ну, и, собственно, российские исследования тоже в этой области, они достаточно популярны на сегодняшний момент, да, и уже существуют попытки их, ну, что называется, систематизировать, обобщить, сделать какие-то выводы о том, какая методология в них используется, какие сделаны достижения, куда они могут развиваться дальше, так или иначе, вот, ну, и, конечно, конечно, вот я не стала тоже приводить здесь на слайде конкретных определений, потому что этих определений тоже великое множество, зачастую они являются просто переводными, да, зачастую и довольно непохожими, скажем так, друг на друга, но все мы понимаем, да, что историческая память – это, разумеется, более широкое понятие, да, это, собственно говоря, вот те представления о прошлом, те представления о прошлом, которые существуют в сознании, ну, обыденных людей, скажем так, да, обыденных людей, вот, и которые могут быть представлены, да, на каком-то коллективном, коллективном уровне, вот, а что касается, собственно, коммеморации, то здесь, опять же, да, определений достаточно много, ну, и самое главное, что нужно подчеркнуть, что трактуется она как в широком достаточно, так и в узком, в узком смысле. В широком смысле коммеморация – это все, что так или иначе, тоже связано с прошлым, да, что позволяет эту самую историческую память нам сохранять и актуализировать и делать ее актуальной для настоящего и будущего, соответственно. Вот, а в узком, да, в узком смысле, конечно, под коммеморацией сегодня понимается, собственно, процесс, который вот такое русское слово здесь можно использовать, связан с увековечиванием памяти, да, о каких-то явлениях, событиях, личностях и так далее, да, увековечивание памяти о событиях, о событиях. И, конечно, вот способом сохранения, способом реализации вот этих коммеморативных практик, здесь среди способов нужно отметить, собственно, институты социальной памяти, в качестве которых выступает в том числе и образование, и наука. Конечно, огромную роль, огромную роль в формировании политики исторической памяти играет государство. И сегодня мы говорим об этом чрезвычайно много, постоянно слышим, ну, вот буквально, что называется, каждый день, да, происходят так или иначе какие-то события, вот, особенно в последнее, может быть, время даже это стало актуально, вот слайд, который вы видите, да, открытие памятника, которое произошло совсем недавно у нас, буквально, да, вот несколько недель назад, памятника героям Ржевской битвы, замечательно представленного на этой фотографии, да, связанного с памятью о Великой Отечественной войне. Вот, и, конечно, общество тоже очень трепетно относится к понятию исторической памяти, к тем формам коммемораций, которые тоже предлагает государство, безусловно, потому что государство участвует в формировании этих самых коммемораций в первую очередь. Ну, вот, а школа уже, школа и как институт образования, конечно, тоже здесь никак не может оставаться в стороне, потому что главным здесь оказывается воспитательный момент, момент социализации, момент, разумеется, патриотического воспитания прежде всего. Вот, поэтому школа вот эти коммеморативные практики, конечно же, тоже самым активным образом и использует. Ну, вот, я хочу обратиться к выступлению своего коллеги, которая предшествовала моему коллеге-история, к Алексею Владимировичу Вороновичу, уже прошел его вебинар, который был посвящен современным подходам в преподавании истории, да, он останавливался как раз-таки на тоже таких вот трудных, спорных вопросах, список которых, кстати говоря, тоже все время корректируется, да, как вот он тоже показал, да, и вот с проблемами преподавания истории, с вот этими спорными вопросами, на мой взгляд, связана и тема коммеморативных практик, тема коммеморативных практик. Давайте посмотрим, да, вот я в самом начале посчитала нужным тоже привести небольшой список, да, еще раз повторяю, останавливаться на всех исследованиях, связанных с изучением исторической памяти и ее составляющей, да, вот аспектом коммеморации, достаточно сложной, и большого смысла я в этом не вижу, но поскольку мы здесь представляем Санкт-Петербургский университет, то мне хотелось бы обратить внимание именно на наших исследователей этой темы, исследователей-историков прежде всего, опять же, здесь совершенно, так сказать, выборочная подборка представлена, вот, но тем не менее, если возникает, так сказать, вот более широкий интерес, более хочется углубить свои знания по этой теме, то я советую обратиться к работам этих историков, это прежде всего Александр Ильич Филишкин, специалист по средневековой истории Руси, да, эпохи Василия Третьего, Ивана Грозного, Ливонской войне и так далее, и вот он достаточно у нас тоже давно, ну, наверное, даже можно сказать, один из первых тоже наших исследователей, кто занимается проблемами исторической памяти, да, и сохранение этой памяти, вот, так сказать, у современников, потомков и того, как она, опять же, актуализируется с помощью каких-то же именно коммеморативных практик. Ну, здесь приведена вот одна из его работ, таких характерных для этой темы, а также немало еще существует тоже различных статей, которые достаточно легко найти в интернете, если они выложены. И вот такая программная статья для этой темы, это вот Евгения Ростовцева и Дмитрия Сосницкого, тоже наших исследователей, опубликованные в Вестнике Санкт-Петербургского университета, где как раз дается анализ, да, такой вот тематический обзор основных направлений исследований исторической памяти в России, да, то есть они пытаются именно обобщить и определить основные направления, да, и перспективы вот этой вот изучения в России этой темы, да, достаточно важные. Но не могу не указать тоже на своих коллег Кривошеева Юрия Владимировича и Романа Александровича Соколова, тоже, которые у нас достаточно плотно занимаются такой темой, как Александр Невский, да, в отечественной культуре и исторической памяти, да, опять же, там посвящена диссертация Романа Александровича Соколова, ряд монографий и статей, и сегодня мы к этому герою уже в процессе нашего общения, безусловно, еще не раз обратимся, да, поэтому здесь я и привожу тоже эти работы. И еще две наших исследовательницы, да, которые как раз тоже очень много занимаются, собственно, коммеморативными практиками на примере мемориальных досок, да, это одна из наиболее массовых, собственно, форм коммеморации, с которыми мы тоже сегодня познакомимся, да, и вот беседина Елена Анатольевна и Татьяна Вадимовна Буркова тоже являются специалистами в этой области, да, вот к их работам тоже я могу вас призвать обратиться. Значит, дальше я хотела бы сказать несколько слов, собственно, о том, как проходит Олимпиада Санкт-Петербургского государственного университета по истории, в которой мы, собственно, эти практики и задействуем активно, ну и обратить внимание на то, что по итогам 2019-2020 года нашей Олимпиаде вновь присвоен первый уровень, это самый высший уровень сложности, да, то есть вот из года в год наша Олимпиада его подтверждает, то есть уровень заданий оценивается экспертным сообществом, да, Российского Совета Олимпиад для школьников, вот, и он свидетельствует, да, о том, что решившие, да, победить эту Олимпиаду, задание этой Олимпиады, да, победители и призеры действительно могут претендовать на довольно высокое знание в этой области и, соответственно, получать определенные льготы. Ну, каждый год у нас участвует вот более 5, там, 5-6 тысяч человек, соответственно. В этом году победителями стали, победителями заключительного этапа стали участники, которые набрали свыше 77 баллов, ну, вот у меня отмечено, что максимальный при этом был 96, да, из 100 возможных, да, так же, как в едином госэкзамене у нас тоже 100 баллов, это максимальная оценка за 10 заданий. А призерами заключительного этапа стали участники, которые набрали не менее 67 баллов. Ну, и таким образом, вот, всего в нашей Олимпиаде было около 100, да, почти чуть менее 100 призеров, да, и 31 победитель. Ну, и мне хотелось бы подчеркнуть, что среди победителей, и участников нашей Олимпиады стабильно присутствуют ученики школ как ближнего, так и дальнего зарубежья, которые имеют возможность также принять участие в Олимпиаде, поскольку отборочный этап у нас проходит дистанционно, ну, возможно, что в связи тоже со сложившейся ситуацией и заключительный этап скоро будет проходить дистанционно, этого я точно пока сказать не могу, но, так или иначе, вот, одним из призеров, одним из призеров нашего заключительного тура в этом году стал ученик из Пекина, да, из русской школи при посольстве Российской Федерации, вот, есть участники из Израиля, из Армении, из Узбекистана, Казахстана, ну, конечно, наверное, это в первую очередь все-таки русскоязычные наши представители, но очень бы хотелось, чтобы на нашу Олимпиаду обратило внимание и как можно больше, как можно больше заинтересованных людей за рубежом, в том числе, вот, и имели возможность принять в ней участие, участие, ну, и, соответственно, в случае, если они становятся призерами или победителями, то получают соответствующие льготы, да, победители получают льготы первого порядка, то есть они могут поступать в ВУЗы, где в качестве вступительных экзаменов присутствует история без вступительных экзаменов, да, а призеры, соответственно, получают максимальный балл по истории, да, то есть 100 баллов по этому экзамену. Но при этом обращаю внимание, что согласно нормативной базе участники, значит, победители и призеры Олимпиады должны все-таки подтвердить свои знания и сдачи ЕГЭ, да, то есть по ЕГЭ они должны набрать не менее 75 баллов, только в этом случае их, значит, вот дипломы олимпиадные будут засчитаны и будут приняты приемными комиссиями ВУЗов. Хотелось бы дальше остановиться на таком моменте, как такие концептуальные основы Олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета по истории, которые, собственно, и положены в основу разработки составления заданий, методического обеспечения нашей Олимпиады. Ну, прежде всего, конечно, мы всегда подчеркиваем, что главное в нашей Олимпиаде – это не только поступить в престижный ВУЗ, ВУЗ, как говорится, своей мечты, вот, и выбрать наиболее интересную, да, и имеющую все перспективы быть востребованной в будущем профессию, вот, но мы всегда сосредотачиваемся на образовательном и воспитательном потенциале нашей Олимпиады, вот, и сегодня вы увидите, что большинство заданий, которые я хочу привести в качестве примера, они как раз, на мой взгляд, этому исключительно способствуют, то есть формированию исторического мышления прежде всего. мы пытаемся так или иначе научить школьников, да, потенциальных наших будущих студентов. К сожалению, опыт работы, да, со школьниками, общение с теми, кто сдает единый государственный экзамен, мой, собственно, личный тоже, свидетельствует о том, что вот целостность исторической картины, именно представление о непрерывности, да, вот, о взаимной, обязательной вот такой вот причинной обусловленности исторического процесса, вот то, о чем тоже говорил мой коллега Алексей Владимирович, вот, к сожалению, у школьников присутствует выражено достаточно слабо. И мы через наше задание, соответственно, и опять же через методическое обеспечение стараемся как-то повлиять на эту ситуацию. Вот, при этом обязательным тоже мы увидим, является вот и региональный аспект, поскольку принимают участие у нас школьники со всей страны, от, так сказать, Москвы до самых, да, окраин, соответственно, и, как я уже сказала, и за пределами нашей страны тоже, вот, поэтому мы не сосредотачиваемся только на истории центра, так сказать, центральной России, да, истории только формирования, так сказать, вот, элико-русской нашей территории, вот, но и обращаем, так сказать, большое внимание тоже на региональные аспекты и этнокультурные, безусловно, тоже, то есть задания носят зачастую такой вот междисциплинарный тоже здесь характер, безусловно. Вот, мы принципиально отказываемся от заданий тестовых, у нас ничего нельзя угадать, да, у нас практически все вопросы тоже, как вы увидите, открытые и подразумевает проявление творческой, творческой составляющей, творческой направленности, вот, безусловно, очень важно при этом подчеркнуть, что школьникам необходимо хорошо владеть русским языком, да, то есть у нас недостаточно просто написать какую-то дату или написать какое-то имя или какой-то факт, да, но в значительной части заданий ответы требуют грамотно сформулировать мысль, грамотно ее выразить и представить иногда в качестве такого мини, как мы говорим, эссе, мини-эссе. Вот, это тоже вызывает определенные сложности, и над этим, безусловно, следует работать. Ну, задания достаточно разлоплановые и комплексные, это тоже понятно, плюс важным преимуществом тоже нашей Олимпиады является и дифференцированный подход к участникам, да, поскольку мы знаем, что историю изучают, ну, фактически половину, да, наверное, школьного времени, начиная с пятого класса, вот. Подход, опять же, к преподаванию, как вот нам недавно рассказали, снова поменялся, да, от концентрического к линейной системе, я считаю, что это правильно, хорошо, что к ней вернулись, вот. Ну, и, конечно, не могут быть одинаковыми задания для учащихся, там, шестых, седьмых, да, и учащихся десятых, одиннадцатых классов, естественно, они достаточно серьезно различаются, поэтому у нас, значит, соответственно, принимать вот участие можно в Олимпиаде самого, что называется, раннего возраста, тренироваться, получать опыт, получать дополнительные знания и уже к одиннадцатому классу иметь, так сказать, все перспективы попасть действительно в лучшие, в лучшие из лучших. Ну, и вот теперь хочу перейти непосредственно к заданиям нашей Олимпиады, которые я отобрала с учетом как раз темы, заявленной для нашего сегодняшнего общения, то есть так или иначе связанных с объектами коммеморации, объектами коммеморации, к которым относятся, безусловно, в том числе и произведения искусства. В данном случае мы видим пример, связанный с исторической живописью, который достаточно активно всегда прибегают составители Олимпиадных заданий. Ну, и, конечно, тут оно дает достаточно богатый, так сказать, простор. Работа с визуальным рядом для школьников оказывается всегда достаточно интересной. Возможности его проанализировать, что-то узнать новое для себя, и, конечно, все-таки таким образом запомнить, запомнить и представить, визуализировать именно информацию о каком-то важном историческом событии. Ну, вот видим, это задание из отборочного тура, оно достаточно краткое, нужно всего лишь выбрать одно из четырех изображений, на котором представлено событие, связанное с фильмом Сергея Эйзенштейна. То есть тут у нас получается завязка как бы двойная с коммеморативной практикой и произведение какого-то события в исторической живописи, и уже опосредованно здесь присутствует и история кино, в кинофильме, которые точно также являются объектами коммеморации. Ну, и мы знаем два самых знаменитых, конечно, исторических фильма из Эйзенштейна, это Александр Невский и Иван Грозный. Но здесь я не буду говорить о фильмах про Неносец Потемкин и «Октябрь», например, тоже принадлежащие, естественно, этому величайшему мастеру. Ну, наверное, потому что, когда он их снимал, все-таки они еще не казались такими уж прямо сильно-сильно историческими по сравнению с двумя другими. Произведения, которые мы видим, принадлежат перу известных исторических живописцев, хотя и живших в разную эпоху. Это Григорий Иванович Угрюмов, который жил еще в эпоху Екатерины II, Павла I. Его работа, которая здесь представлена в центре, называется «Взятие Казани». Взятие Казани, естественно, речь идет о войсках Ивана Грозного, о событиях 1552 года. Она была нарисована специально для Михайловского замка по заказу Павла I. И можно было тоже увидеть на выставке, которая проходила в связи с 250-летием этого живописца как раз в Михайловском замке в 2012 году. Кроме нее мы видим картину Алексея Даниловича Кившенко, академика, тоже очень известного исторического живописца, которому заказывал картины на тему, например, русско-турецкой войны 1877-1878 годов, сам Александр III. Эта картина у нас представлена в левом верхнем углу, название у нее довольно длинное, Ну, конечно, всем хоть немножечко знакомым с русской историей, сюжет достаточно очевиден. Колокол, Марфа-посадница и отправка, отправка, собственно, Марфа-посадница и вот этого вечевого колокола, разумеется, из Новгорода, который мы видим в плане, в Москву. То есть сюжет, связанный с покорением Новгорода Иваном III событиями 1407-1878 годов. Вот, эта картина уже была написана в 1880 году, ну и чуть ниже, чуть ниже, да, в левом нижнем углу, соответственно, перед нами картина Сергея Дмитриевича Милорадовича, тоже академика, близкого, да, к товариществу передвижных художественных выставок, но и она достаточно тоже такая красноречивая, да, написана в 1894 году и называется она «Оборона Троицы Сергиевой Лавры». «Оборона Троицы Сергиевой Лавры», вот которую мы, значит, тоже с вами здесь хорошо видим. Ну и, наконец, сюжет, который мы видим справа, да, он, наверное, менее, может быть, сразу понятен и известен. Это картина Сергея Ивановича Грибкова, которая тоже с таким длинным названием. Борис Годунов показывает своей дочери Ксении портрет жениха принца датского герцога Иоганна, написанная в 1876 году, то есть тоже на волне вот такого подъема интереса к русской истории и развития исторической живописи. Ну вот все художники, которых я перечислила, они, безусловно, являются признанными мастерами исторической живописи. Еще раз подчеркну, хотя и жили в разное время. Вот, конечно, отдавали они дань и другим жанрам, да, и религиозной живописи, и портрету, и каким-то жанровым тоже сюжетам, безусловно. Но, тем не менее, при подготовке к Олимпиаде по истории с их работами, безусловно, стоит ознакомиться. Ну и при этом следует иметь в виду, что в жанре исторической живописи художник имеет право изображать, так сказать, то или иное событие не только в реалистической манере, как мы зачастую, да, наверное, привыкли, но и с использованием мифологических сюжетов, использованием мифологических сюжетов, ну или прибегая к различным аллегориям. При этом совершенно не обязательно какое-то точное соответствие костюмов, каких-то деталей обстановки и тому подобное изображаемой эпохи. Вот это нужно учитывать. Кроме того, традиции академизма в живописи предполагали также всевозможные отсылки к античным богам, героям, героям истории, как всемирной, так и отечественной, и их подвигам. Ну и здесь в этом, соответственно, и находится определенная заковыка, потому что вот сюжет о взятии Казани представлен как раз именно таким вот образом. не вполне, да, естественно, вернее, даже не то, что не вполне, да, совсем, наверное, не характерные одежды, костюмы для, собственно, того времени. Ну и опять же здесь вот реалистичность, наверное, в некотором смысле уходит на второй план. Хан Едигер у нас вот здесь представлен в самом центре картины, да, который покорился Ивану Грозному. И вот после, соответственно, вот такого многотрудного, да, и сложного штурма Казани, который был предпринят, ну и, конечно, именно этот сюжет отсылает нас к фильму Сергея Изенштейна, Сергея Михайловича Изенштейна «Иван Грозный». Посмотрим на другой пример этого же задания, еще один, который уже совсем иначе тоже представляет отечественную историю. Ну и вот такими знаками коммеморации в данном случае тоже выступают плакаты, которые так или иначе запечатлели какие-то такие существенные события тоже отечественной истории. Ну и вот школьникам, соответственно, предлагается установить, подумать и установить, какой из этих плакатов, да, и, собственно, даже одна, это, наверное, карикатура, вот, связан с периодом так называемого апогея сталинизма. Здесь уже требуется, безусловно, проанализировать и текст, который имеется на плакатах, да, видим мы и бам стройка века, да, и в нашем колхозе нет места попам и кулакам, да, ну и на одном из, в центре плакатов написано «Подать руку помощи братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии, наша священная обязанность». Вот, ну а дальше уже соотнести это с событиями, ну и, наверное, действовать здесь стоит методом исключения, да, что, естественно, плакат, связанный с колхозами, отсылает к истории коллективизации, и это явно еще не апогей так называемого сталинского, да, времени, бам, соответственно, стройка века напротив, уже относится к прежневской эпохе, вот, ну и, естественно, средний плакат тоже, да, это конец, соответственно, 30-х годов, да, начало уже, великое, начало уже Второй мировой войны, да, и, конечно, значит, вот освобождение, освободительный поход Красной Армии здесь имеется в виду. Ну, и если приглядеться повнимательнее, то, конечно, нетрудно в левом верхнем углу понять, что это за карикатура, конечно, это расправа над врачами, да, которая отсылает уже к событиям послевоенным, к делу врачей, ну, и, разумеется, представление, да, об этой эпохе позволяет сделать вывод, что именно тогда и был вот этот самый апогей сталинизма, собственно, дело врачей, которое и завершило, наверное, так или иначе вот этот вот период. То есть здесь правильный ответ будет, естественно, вот этот вот верхний плакат. Вот. Задание, которое особенно ярко, пример задания особенно ярко иллюстрирует вот востребованность коммеморативных практик в современном историческом образовании, вы можете сейчас прочитать, да, связанно с походом Батыя, хана Батыя, да, монгола татар, северо-восточную Русь, да, который сначала ее основательно разгромил, да, потом двинулся уже в сторону Новгорода, но, как и хорошо известно, до Новгорода Батый не дошел и вот и неожиданно повернул назад, да. И вот здесь представлены как раз разнообразные варианты памятных знаков, да, вот этих самых знаков коммеморации, которые увековечивают историческую память об этом событии. Задание, конечно, достаточно с одной стороны может показаться сложным, но опять же, опять же, здесь стоит подумать, поразмыслить, с чем могут быть связаны, представленные на картинках изображения. Даже, может быть, если твердо и не знать тот символ, который упомянут в источниках. Ну, наверху, в левом верхнем углу мы видим очевидную, так сказать, сопку, да, то есть некий насыпанный курган, вот, собственно, курган, конечно, это какое-то, так сказать, памятное место, связанное с увековечением памяти о предке, о каком-то легендарном предке, да, и многие народы, соответственно, делали такие насыпи рукотворные, да, значит, отмечая таким образом их захоронение. Ну, в данном случае не требуется знать, чье именно это захоронение, хотя вот эта знаменитая сопка, это так называемая, так называемая могила Олега, легендарного князя, да, вот, собственно, того, которого мы знаем следующим после Рюрика, и могила Олега находится в Старой Ладоге, да, но она как раз является таким вот типичным примером коммеморации, вот, которая не имеет, в общем-то, под собой особых реальных оснований, да, как только ее, так сказать, там уже не раскапывали археологи и все прочее, на самом деле легенда о том, что это могила Олега вообще достаточно поздняя, сегодня это исследователям хорошо известно, но это не мешает, тем не менее, находиться там соответствующему стенду, да, соответствующей надписью, то есть, опять же, знаку коммеморации, вот, для туристов, для всех интересующихся, что именно вот это место является такой вот, таким вот символом, так, известно, что Олег был в Старой Ладоге, да, безусловно, вот, но о его захоронении, точных сведений у нас нет, то же самое, например, связанное с Рюриком, который, например, в Приозерске существует, тоже памятный знак, что якобы он там захоронен, но все это вещи такие достаточно неочевидные, безусловно, вот, если мы посмотрим направо, да, то перед нами, конечно, чудесный пример тоже увековечения памяти о предках, да, это так называемые, вот, характерные, да, изображения для степных кочевников, монументальные такие скульптуры, ну, в данном случае она достаточно крупная, хотя зачастую они вполне себе такого человеческого роста, вот, которые называют каменные бабы, каменные бабы, вот, ну, и вот связаны с культурой почитания предков, кочевых степников, да, больше всего половцев, наверное, но некоторые изображения связывают и с более ранними представителями кочевых сообществ, там, вплоть до скифов, возможно, вот, но, в частности, на этом изображении тоже можно достаточно четко разобрать такие черты, наверное, монголоидной все-таки расы, вот, а скифы, как мы знаем, были представителями индоевропейцев, поэтому здесь, значит, вряд ли можно заподозрить их в авторстве, ну, и вряд ли, конечно, такая скульптура могла оказаться около Новгорода, такое вот каменное изваяние, да, безусловно, его стоит вычеркнуть. Вот, такой вот неприметный в центре, да, камень, это камень, может быть, на вид не особо чем-то и отличающийся, вот, но это тоже достаточно такое яркое сакральное место, довольно известное и посещаемое, и даже тоже сейчас очень, так сказать, активно оккультуренное, скажем так, да, поблизости, значит, вся территория вокруг него как-то уже там оборудована и расчищена, находится он Переиславль-Залеском, это синий камень, связанный еще с временами язычества, ну, и тоже местность явно не похожа, да, на то, где мог застрять Баты, да, и внезапно повернуть назад. Ну, что же остается? Остается изображение, конечно, в левом нижнем углу, да, вот, и полностью соответствующее упоминание, что местечко Игнач-Крест, да, Баты, войско Батыя повернуло обратно и уже, так сказать, лавиной отступало обратно в степи, да, но, конечно, крест этот вот установлен достаточно недавно, конечно, никакого исторического креста до нашего времени не дошло и не сохранилось, но вот такой вот лесной местности, да, недалеко от деревни Ежелбицы, известный тоже заключением мира, да, там, в 15 веке, вот он установлен, и вот это место памяти сегодня таким образом увековечено летописное, хотя, конечно, понятно, что тоже очень спорен, наверное, да, и весьма условен выбор конкретно этого места, конкретно этого места. Дальше, дальше. Другой тип задания, да, уже связанный такой достаточно характерный тоже для и заданий ЕГЭ, да, и для Олимпиад, задания на соотнесение, вот, но я его тоже в данном контексте привела именно в связи с особенностями, вот, сохранения исторической памяти о тех или иных деятелях, но в частности речь идет о названиях городов России, которые были присвоены в советский период, да, и, соответственно, первоначальные исторические названия этих городов, которые, собственно, на сегодняшний момент и возвращены уже назад, да, что тоже хорошо иллюстрирует вот определенную политику историческую в этом смысле. При этом одна позиция, да, как мы видим, здесь лишняя, здесь лишняя. Достаточно сложным оказывается для школьников это задание, да, потому что, конечно, ну, вот эта практика переименований, которая существовала у нас в советское время, да, и которая отчасти сегодня все-таки, да, ну, скажем так, немножечко приостановилась, да, сегодня уже подход к ней гораздо осторожнее со стороны властей, но в 90-е годы, конечно, наоборот, а мы знаем, что все активно, все-все-все, все, что было связано, так сказать, с советским временем, все эти наименования были отброшены и, можно сказать, уже практически и забыты. Вот, а тем не менее, все приведенные здесь названия, да, отсылают, конечно, к партийным и государственным деятелям, все это фамилии, которые были положены в основу названий, да, ну, и вот, мне кажется, тут интересным привести пример, ну, если Свердловск, то это достаточно хорошо известно, да, что так Екатеринбург назывался до 91-го года, но и в том числе потому, что Свердловская область у нас, так сказать, вот это противоречие город Екатеринбург, да, область Свердловская сохраняется до сих пор, так же, как, собственно, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, да, у нас существуют, есть вот такие, у нас исключения, да, ну, и, наверное, достаточно неплохо известно, что Куйбышев, Куйбышевым называлась, Самара тоже в связи, так сказать, с ее ролью в Великой Отечественной войне и так далее, да, а вот Устинов, Андропов, Родженикидзе, да, здесь уже, конечно, безусловно, посложнее, каким городам они отсылают, вот, ну, и совсем недолго, да, соответственно, Рыбинск назывался у нас, Андроповым, да, с 84-го года, да, когда умер, соответственно, у нас Юрий Владимирович, да, и до 89-го года, когда это историческое название было возвращено, значит, и снова мы имеем, значит, вот второй по размеру город Ярославской области, да, с его историческим названием, вот. Вот, что удивительно, вот город назывался, да, именем Андропова, но в нем даже нет памятника никакого, а памятник, который вы видите, да, как раз Юрий Владимирович Андропову посвященный, был установлен в 2004 году в Петрозаводске, да, в столице Карелии, вот, в связи с 90-летием Андропова, да, и вот память о нем, историческая память о нем, таким образом, все-таки была закреплена в народном сознании, вот, то есть это уже было при президенте Путине, который тоже предлагал установить ему памятник и в Москве, но дело ограничилось, насколько я знаю, только мемориальной доской на Лубянке, вот, вот, а главе Карелии, который, значит, работал, приложил все усилия к установке этого памятника в Петрозаводске, вот, который перед нами изображен, да, был награжден даже и памятной медалью, да, памятной медалью, значит, вот за вот эту самую работу. Вот, с Устиновым еще сложнее, да, наверное, вот, еще, может быть, меньше знает, что так назывался город Ижевск, тоже с 84-го по 87-й год, ну, совсем уж недолго, Дмитрий Федорович Устинов, маршал Советского Союза, да, понятно, что военный, государственный деятель, у нас в Петербурге есть улица Дмитрия Устинова, да, военный мех наш, достаточно известный, безусловно, ВУЗ тоже носит его имя, вот, ну, а в Ижевске он, в общем-то, и не родился, да, и не был, так сказать, вот, биографически, может быть, связан тесно с этим городом, и, наверное, поэтому жители города возмутились и потребовали вернуть историческое название, но, тем не менее, все историки сходятся в том, что вот Ижевская оборонная промышленность самым тесным образом связана именно с деятельностью министра обороны, да, еще и наркома обороны, маршала Устинова, вот, и что так его негласно, да, называет вот крестным отцом, да, этой оборонной промышленности, вот, что тоже представляется достаточно, достаточно интересным. Но, может быть, вот, такие моменты позволяют все-таки, как нам представляется, школьникам вспомнить об этих деятелях, ну, то есть, Сергею Арджиникидзе, естественно, так назывался город Владикавказ, да, я не сказала, вот, обратиться к тому, к тем фактам, которые их связывали все-таки с этими городами, и что же они такого сделали, выдающегося, что их именами они были названы. Вот, пример еще одного задания, да, объект коммеморации в локальной истории, локальной истории, тоже я вам уже говорила, что очень тесно связаны эти понятия, да, очень важен здесь оказывается тоже региональный аспект исторического знания, ну, вот здесь как раз в самом задании, да, мы видим и формулировку понятия историческая память, да, вот представление о прошлом и так далее, ну, и подчеркивается важность изучения при этом вспомогательных исторических дисциплин, которые тоже вот вопросы топонимии, да, то есть названий каких-то географических объектов, естественно, здесь тоже очень тесно связаны. Вот о городах мы поговорили уже, вот, а современные уже новации в этой сфере, да, мы наблюдаем буквально вот совсем недавно. То есть сегодня власти у нас идут по такому пути, да, наверное, не огульно отменять все советские названия, да, в этом плане вот в Петербурге топонимическая комиссия, которая принимает такие решения, тоже действует очень и очень осторожно, да, когда, так сказать, активные граждане требуют что-то такое обязательно переименовать, вернуть там прежнее название. И вот, еще раз повторю, подходит к этому с большой осторожностью. Власти многих городов, да, сегодня делают что? Наверное, тоже многие этому являются свидетелями, пишут названия дважды, да, улиц, да, или еще каких-то объектов, ну, чаще всего об улицах речь идет, то есть действующая нынешняя и историческая, да, вот нашли такой, как мне кажется, вполне неплохой ход, да, поскольку часто говорят, что переименование связано с какими-то лишними затратами и так далее, с множеством всяких, так сказать, сложностей технических и все прочее, да, а если написать, так сказать, вот ниже историческое название улицы, то вроде как будет оно и сохранено в исторической памяти, да, и не потребует, значит, вот каких-то очень серьезных здесь трансформаций и запечатлит память о разных периодах нашей истории. Но вместе с тем, вместе с тем, это вот я сказала о, значит, вот таких путях, сохранении исторической памяти, но с другой стороны стали присваивать и создавать, так сказать, объекты коммеморации совершенно новые, те, что прежде никогда и никак не называли, вот новация последних лет, а это давайте назовем, да, давайте запечатлим, увековечим память о каком-либо человеке в достаточно неожиданных объектах. Ну и в данном случае вот задание мы сделали в связи с юбилеем аэрофлота, который произошел в 2018 году, да, 95 лет ему исполнилось, и вот авиакомпания такую традицию возродила, да, именами великих россиян стали называть самолеты. Ну и, соответственно, вот задание связано с человеком и самолетом. Пример такого задания, опять же, которое я выбрала, отсылает и к исторической живописи тоже, да, вот, а в частности, один из самолетов носит имя русского художника и декоратора, да, ну и дальше перечисляется, в каких он состоял объединениях, да, какие картины нарисовал, да, и как он был связан с художником Ильей Ефимовичем Репиным, да, на картине которого он выполнил несколько портретов государственных деятелей. Ну и это задание, так сказать, достаточно объемное, оно подразумевает несколько вопросов, соответственно, здесь нужно указать не только фамилию художника, но и, собственно, название картины Репина, так, которой он приложил руку. Ну и которая, да, и третий вопрос здесь еще. Одна картина, уже написанная в 20-м году, вот, которая стала классикой советского изобразительного искусства, да, ну и вот изображение нового божества. Перед вами уже ответы, собственно, да, которые требуются дать школьнику. Конечно, это вот самая большая картина, да, в нашем русском музее представленная. Это торжественное заседание Государственного совета, именно к ней приложил руку Борис Кустодиев. Борис Кустодиев, значит, конечно, об этом художнике идет речь, как я думаю, вы уже догадались. Ну и дальше вот его тоже очень такая знаменитая картина «Большевик», да, значит, вот это самое новое божество шагающее над городом, да, над куполами с красным знаменем, да, ну и вот с такой вот обрезанной головой, да, хочу обратить внимание, что это не случайность, да, это не неправильно подобранный слайд, это действительно в оригинале картина выглядит так, хотя существуют разные точки зрения, почему так получилось и что имел в виду художник. Тоже такая вот очень своеобразная интерпретация. Вот, а, значит, помимо вот наименования самолетов, да, традиция коммеморации, которую мы использовали в одном из своих заданий, вот в нынешнем году, вот в минувшем сезоне, да, 2019-2020 года задание было уже связано вот с Всероссийским конкурсом «Великие имена России», да, это тоже вот один из способов сохранения исторической памяти проводить такие всевозможные конкурсы, узнавать, так сказать, общественное мнение, их отношение к тем или иным деятелям истории, да, вот это все, так сказать, на уровне государства проводится, вот, но и в результате, вот как мы, наверное, вы тоже слышали об этом, более 40 российских аэропортов получили новые названия, да, то есть, но, опять же, вместо тех, которые были, а к тем, которые были, еще добавилось имени кого-то, имени кого-то, да, как известно, может, а пониум, да, каких-то великих деятелей. Ну и вот для примера у меня изображение приуроченного к этому акта тоже коммеморации, безусловно, да, то есть это празднование дня вот открытых дверей аэропорта города Воронеж, который получил имя Петра Первого, да, и вот в связи с этим тоже чего-то только не перечислено, да, специально оставила, и ярмарка там, и пилотажное шоу, и так далее, то есть все это, опять же, способы увековечить память о тех или иных событиях или деятелях. Ну и, значит, здесь можно еще, наверное, добавить, что возникла некая коллизия в связи с Петром Первым, потому что Санкт-Петербургский наш аэропорт Пулково тоже хотели назвать именем Петра Великого, но Воронеж нас опередировал. Есть даже в интернете тоже соответствующие мемы на эту тему, да, у нас в результате вроде бы как победил Федор Михайлович Достоевский, но возникли тоже всякие разные споры по этому поводу, и, короче говоря, Пулково у нас осталось все-таки без имени. Это тоже вот такой очень характерный пример, характеризующий коммеморативную практику, да, которая может быть и все-таки не всегда удачной, не всегда удачной и до конца реализованной. То есть что тут хотело государство, мы понимаем, но вот чем закончилось, это уже другой разговор. Ну и вот пример задания тоже может быть посложнее. Аэропорт, Петр Первый все-таки, конечно, понятно, известен всем и каждому, да, вот аэропорт крупнейшего города порта, конечный пункт Рансиба, да, и русский путешественник. Ну, дальше в задании речь идет о его открытиях, да, о его литературной деятельности, которая ему принесла достаточно широкую известность и так далее. Ну и требуется указать фамилию путешественника, название города, конечно, да, и вот, и в заключение привести название книги, о которой идет речь, где он описывал свои путешествия. Ну и перед нами, конечно, фотография Владивостока, да, со знаменитым тоже квантовым мостом через бухту Золотой Рог и интерьер мемориальной квартиры, дома, где жил Владимир Клавдевич Арсеньев, да, знаменитый путешественник, исследователь Дальнего Востока, вот, который очень тесно связан был с, ну, собственно, и городом Владивосток, да, и с Хабаровском, где вот такой, значит, неудивительно, да, что замечательный мемориальный музей во Владивостоке, да, который здесь представлен, тоже сохранился и напоминает нам об этом замечательном деятеле. Ну, вот, завершая вот этот вот цикл заданий, пример для совсем маленьких участников, да, которых мы, как я сказала, тоже не забываем, учащихся шестых, седьмых классов, да, задание достаточно короткое, но тоже связанное с исторической памятью, да, и опять же с топонимикой. Вот здесь мы в задании видим и определенный развивающий момент, да, что мало кто из школьников действительно знает такое слово, как айконимы, да, то есть название населенных пунктов, разновидность-то по ними, поэтому здесь мы это объясняем. Вот, ну, вот, а объяснить смысл одного из таких айконимов, Бориса Глебск, города Воронежской области, нам представляется все-таки довольно-таки нетрудным, да, в честь памяти о ком, получил он свое название, ну, и, значит, соответственно, чьи они были дети, да, естественно, Борис и Глеб, сыновья князя Владимира здесь имеется в виду, да, вопрос достаточно несложный, но вот обращающий внимание тоже на эти аспекты. Вот, далее хочу привести примеры заданий заключительного тура, да, они достаточно пространные, безусловно, причем вот то, что сейчас перед вами на экране, да, на слайде, это вступительная только часть, общая для всех вариантов заданий, вот, ну, и она связана, вот, первое задание заключительного тура связано у нас уже тоже несколько лет подряд, исключительно тоже с формами массовой коммеморации, вот, и к таким формам относятся, безусловно, празднования различных юбилеев, да, различных юбилеев, вот, но западные исследователи, да, тоже хочу подчеркнуть, считают, что это, так сказать, вообще носит у власти такой чуть ли не маниакальный характер праздновать бесконечные юбилеи и так далее, всякие памятные даты отмечать и все прочее, что это вот тоже форма такого вот воздействия, безусловно, на общество, как или иначе, вот, но относиться здесь можно все-таки к этому по-разному. Нужно ли здесь говорить именно о каком-то, не знаю, там, зомбировании общественного сознания или все-таки действительно стремлении привлечь внимание, опять же, к тем или иным событиям или явлениям. В любом случае, вот, музеям, например, да, без памятных дат, без юбилеев, ну, никак невозможно обойтись, да, потому что огромное количество мероприятий, выставок и так далее, каких-то событий музеетной деятельности, конечно, всегда приурочивается к каким-то памятным датам. Или в науке, какие-то конференции, ну, как, как можно обойти стороной, да, тоже те или иные какие-то знаковые события. Наоборот, историки часто пишут о том, что вот забыли там о какой-то дате, вот жалко, что не отметили и не вспомнили. Безусловно, мне в этом видится тоже определенная традиция, отходить от этого не стоит, и мы о таких юбилеях тоже напоминаем школьникам, вот, в своих заданиях, и всегда говорим тоже в каких-то методических советах и рекомендациях посмотреть, с какими такими знаковыми событиями, личностями, юбилеями связан наступающий, да, скажем так, год, и с этим какие могут быть будущие задания. Ну, вот задание про Пушкина, опять же, тут связано не только с коммеморацией, но и с русским языком, и с русской литературой. Мне кажется, вот таким достаточно удачным примером взаимодействия и истории, и литературы, вот, которое мы предложили в год 220-летия со дня рождения поэта, и именно задание наше называлось «Пушкин как историк». И вот в тексте, который вы видите, да, уже действительно профессиональный историк Василий Осипович Ключевский, да, писал о нем «Историк от Бога», даже там, где не старался. И вот мы в этих заданиях смотрели на реальные события, реальных героев глазами, так сказать, нашего великого поэта. Ну, вот приведу один пример такого задания, да, это нужно было прочитать отрывок из стихотворения «Пир Петра I», зачитывать не буду, да, он перед вами, но даже по нескольким, так сказать, знакам видно, что Петербург – городок, да, что флот, речь о шведах, о русском флаге и так далее. Ну, и в задании нужно указать историческое название вот этой отъятой территории, да, где состоялся смотр русского флота, вот, но и при этом еще задание отсылает к знаменитому Петергофу, да, фонтану Самсон, символизирует победу над врагом, упомянутым в отрывке, значит, вот таким вот образом, да, представлено. Вот, и дальше еще два вопроса к этому заданию, там нужно обратиться к части, выделенной курсивом, объяснить, что такое встреча утлого бота с юным флотом, с юным флотом, соответственно. Вот, и, конечно, вот на картинке, да, мы видим этот самый замечательный утлый бот, который теперь каждый год у нас достают в связи с возобновлением традиции парадов военно-морского флота, который только что в этом году вот опять состоялся в Петербурге, да, и вот этот вот замечательный ботик Петра I, его, вот мы видим, да, каким образом, каким образом он участвует в этом замечательном параде, да, впервые, да, впервые это состоялось еще в 1723 году, да, вот этот ботик был обнаружен Петром I еще, так сказать, его юные годы в Измайлове, в Измайлове, вот, впоследствии он использовался им для знаменитых потешных забав, так называемых, да, вот. Вот, а когда он участвовал, вот, смотря вновь построенных кораблей Балтийского флота в 1723 году, то есть уже после окончательной Северной войны, вот, Петр заметил, да, смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют, а ну и вот с тех пор закрепилось, собственно, за ним это название знаменитое, дедушка русского флота, да, которым, под которым мы знаем его и теперь. И теперь. Ну, немножко посложнее, вот, третья часть вопроса, ну, сейчас на ней уже останавливаться не буду, да, поскольку она уже не имеет, так сказать, непосредственного отношения к коммеморации, но вот пример здесь, говорю, такой достаточно характерный, опять же, власти тут и ботик извлекли, да, тут у нас и Пушкин, и все, вот, так сказать, сквозная тема, да, как мне кажется, исторической памятью проходит вплоть до наших дней. В этом году задание было связано, опять же, с несколькими юбилеями, вот все то же самое первое задание, мы же меняем их год от года тоже, да, вот, юбилей и Эрмитажа мы упоминали, да, и, конечно, такой тоже очень значимый, отмеченный масштабной выставкой, к сожалению, вот, в связи с карантином, да, она не отработала полностью, как я понимаю, вот, весь свой ресурс, да, но, может быть, еще есть какие-то возможности все-таки для знакомства с ней. Вот, это 250 лет, да, значит, со дня учреждения Ордена Святого Георгия, да, и вот выставка, это сам Потемкин, сам Потемкин, портрет которого мы тоже здесь видим. Плюс еще это юбилей художника-реалиста, значит, опять же, сегодня нами упомянутого Ильи Ефимовича Репина. Да, опять же, масштабные выставки прошли и в Москве, и в Петербурге этой связи. Ну, и кто у нас тут? Еще и Венецианов, да, родился тоже 240 лет назад, русский живописец и педагог. Вот, ну, и вот тут тоже приводится его такая замечательная мысль, что искусство рисования и самое живопись – суть не что иное, как орудие, содействующее литературе и, следовательно, просвещению народа, да, то есть вот эта мысль для нас, опять же, очень важна именно в контексте общей идеи, общей просветительской идеи нашей Олимпиады. Ну, вот пример, пример тоже такого задания. Опять же, в этом году у нас были картины в жанре исторической живописи, ну и в том числе работы, взятые из проекта еще начала 20 века, картины по русской истории, вот эта замечательная картина Сергея Васильевича Иванова «Баскаки». Я лично ее помню просто вот со школы, да, были такие у нас, как бы наклеенные на картон, да, репродукции, которые вешались тогда еще, понятно, не было никаких презентаций, никаких мультимедиа, и вот большие эти репродукции вешались на доску, когда, соответственно, речь шла о теме монголо-татары, например. Поэтому здесь ученики тоже, школьники могли вспомнить, соответственно, эти сюжеты, представляющие как раз-таки, опять же, вот тему монголо-татарского нашествия, восприятие уже художников начала 20 века, да, они и формировали точно так же, соответственно, ту самую историческую память, да, ну и вот задание, обращу внимание тоже на второй подпункт, да, где, опять же, речь идет об исторической аномастике, да, есть пояснение, что это историческая дисциплина, изучающая историю имен собственных и дает немало примеров, подтверждающих присутствие этих самых баскаков на Руси. Вот, ну и так вот можно встретить, да, один из примеров, вот перед вами, да, на карте, немало сел-деревень с названием Баскаки, да, распространена и соответствующая фамилия и так далее, то есть все вот этот вот из тех заданий, он, опять же, имеет такой просветительский характер, ну а дальше уже нужно действительно указать конкретный год, да, когда там происходят события, указанные в песне, да, и название княжи, связанных с этим событием, конечно, там речь идет о Москве и о Твери, да, песни имеется в виду, вот, песня Щелкани Дуденчевича, здесь она тоже приведена, ну вот, ну, задание достаточно несложное, несложное. Вот, еще один пример заданий, связанный с понятием публичная история, да, то есть представление о прошлом в различных формах, вот, опять же, культуры, медиа, да, в музейных экспозициях и кинематографии, и, конечно, в литературных произведениях. Все это тоже в широком смысле понятия коммеморативных практик. Поэтому мы обязательно тоже художественную литературу задействуем, да, ну, и подбираем какие-то задания, которые отсылают к событиям русской истории. Вот очень такой характерный пример, это для школьников 8-9 классов, он не очень сложный, да, небольшой фрагмент стихотворения современного псковского автора, да, Татьяны Рыжовой, князю-победителю, ну, упоминается, значит, и великий князь, и Псково щит, и камень на Вороньем, на Запад победителем глядит. Вот, достаточно простое задание, объясните, какой камень имеется в виду при введенном отрывке. Ну, как правило, тоже школьники с этим заданием справляются, естественно, речь идет о ледовом побоище, да, которое, согласно летописи, произошло вот у Вороньего камня, который ищут исследователи до сих пор, да, под водами Чудского озера, считается, что где-то он там растворился, поскольку был из непрочного, так сказать, из двесняка, или какие-то остатки его там существуют, да, ну, а вот этот вот замечательный памятник, опять же, способ и факт коммеморации стал чрезвычайно значимым для Пскова, где Александру Невскому уделяется по-прежнему огромное внимание, ежегодно там проходит международная конференция Александра Невские чтения, которая имеет уже тоже, как мне кажется, такое именно символическое значение. Невозможно каждый год, конечно, да, устраивать научную конференцию, где будут все время какие-то новые доклады об Александре Невском, что-то все время там невозможно, безусловно, открывать новое и делать какие-то серьезные на этот счет сообщения. Но конференция тоже имеет исключительно такой вот символический и тоже воспитательный характер, поскольку в ней всегда участвуют и курсанты, да, и студенты высших учебных заведений и так далее. То есть это именно тоже форма, опять же, форма коммеморативной практики, связанная вот с таким вот очень любимым деятелем, 800 лет со дня рождения которого мы будем очень широко, как я думаю, отмечать в 2021 году в соответствии с указом Путина. На этот счет и различные мероприятия и торжества готовятся, потому что Невский у нас все-таки считается таким вот правильным героем, не вызывающим каких-либо споров, споров в населении, и его не случайно, соответственно, государство и общество выбирает вот таким образом, как своего героя. Работа с таким объектом коммеморации, как мемориальные доски, это тоже такая характерная очень черта нашей Олимпиады, это традиционное задание, которое, по-моему, существует вот только у нас, это наиболее массовые, как я уже говорила, формы коммеморации мемориальной доски. И вот мы предлагаем, соответственно, ребятам такую мемориальную доску, ну, конечно, стараемся выбрать какие-то наиболее интересные, возможно, с изображениями тоже, в виде рельефов, или, может быть, еще какие-то, и какую-то часть доски, как правило, закрываем, то есть нужно понять по тексту, опять же, представленному справа, о каком деятеле идет речь, ну и ответить на какие-то вопросы, соответственно, с ним связанные. Ну, в данном случае мы видим, что речь идет о Анатолии Васильевичу Луначарском, естественно, нарком просвещения РСФСР, и годы здесь приведенные, вполне однозначно указывают на это. Ну и вот интересен здесь тоже второй вопрос этого задания, когда, значит, как раз-таки говорится о том, что в первые десятилетия советской власти народный комиссар просвещения, да, вот он ведал всеми сферами культуры, и, среди прочего, поддержал выдвинутую Лениным идею развития в стране искусствоваяния и активного использования в качестве средства наглядной агитации для укрепления коммунистической идеологии и возбуждения гражданского чувства. То есть вот о той самой новой исторической памяти, исторической политике, которую формировали, естественно, власти советского государства после 1917 года. Ну и конкретный декрет, как мы знаем, да, предусматривавший меры реализации этой программы, вот, был подписан, вот, и все это получило название плана монументальной пропаганды, и очень важно, мне кажется, тоже школьникам понимать, что вот в такой сложной, да, обстановке гражданской войны, когда еще только решались вопросы самые-самые насущные, и тем не менее, вот этой самой монументальной пропаганде, какое огромное уделялось внимание, да, причем средств на, так сказать, серьезные монументы из каких-то дорогих материалов не было, поэтому они оказались недолговечными, прежде всего потому, что делались, ну, там, из гипса, да, из чего-то такого очень непрочного, да, не только потому, что утратили свою актуальность. Ну, такой тоже пример достаточно хороший, как мне кажется. Вот, но если мы говорим о обращении ко всемирной истории, да, то и к тому, как представлена русская культура за границей, да, и представители, в частности, русской живописи, то вот такая замечательная доска мемориальная была открыта совсем недавно, в 2018 году в Париже, в Париже, да, по инициативе вот ассоциации Василия Поленова, но все зачитывать не буду, вы хорошо видите, да, что на ней изображены Василий Поленов и Илья Репин. Конечно, мы не могли пройти мимо тоже такого интересного факта и придумали вопросы, вопросы, да, которые отсылают, соответственно, вот к событиям, связанным с этими замечательными художниками, да, и тоже надо заметить, что школьники вполне успешно с этим заданием справились. Если мы говорим о русском языке, да, которому, опять же, уделяем очень большое внимание в своих заданиях в Олимпиаде, то мы не могли не вспомнить и о Владимире Ивановиче Дале, да, здесь вот закрыта тоже часть, которой написана, собственно, его фамилия, да, но, конечно, школьники должны знать, да, что выдающийся русский ученый, составитель толкового словаря, вот, а вот где он жил, уже можно узнать, опять же, из нашего текста, и оказывается, что это очень тоже такой интересный дом у знаменитого Александринского театра, и еще какие-то тоже, соответственно, факты из его биографии, достаточно занимательные о том, как он учился, и что был он вот казенно-кошным студентом, то есть учился за государственный счет, как мы сегодня сказали, за счет бюджета. Ну, и один еще тип заданий, которые у нас тоже вот пользуются большой, так скажем, популярностью уже, хотя Юбик, он тоже был, изначально задание было приурочено к юбилею, да, 150-летие со дня рождения Максима Горького, сформулировали мы, так сказать, к нему преамбулу, да, но обратились не собственно к творчеству Горького, а к его издательской деятельности, к тому, что он основал знаменитую серию ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей», книги, которые очень активно выходят, и можно увидеть у нас, наверное, да, во всех книжных магазинах, и, конечно, которые тоже являются сами по себе вот такими объектами, коммеморации, безусловно. Вот, и вот представляем, да, такие исследования, да, посвященные, ну, российским, прежде всего, историческим деятелям, русским, российским, и задаем, соответственно, вопросы, да, ну, вот пример с Юрием Долгороким, тоже я считаю достаточно удачным, да, который был в прошлом, ну, вот в минувшем у нас сезоне занятия, задания были. Опять же, вот первый вопрос, да, у нас подумайте и объясните, каким двум памятным датам был приурочен выход новой книги о Юрии Долгороком. Ну, прям были сказаны, что в свет вышло в 2007 году. Ну, и, конечно, если иметь тоже небольшое представление о биографии Долгорокого, то, что, конечно, в первую очередь с ним связано начало развития, да, Владимира Суздальской Руси, да, упоминание Москвы, конечно, тут, в общем, нетрудно посчитать, да, что если с 2007 года вычесть 1147 год, да, то получится как раз 860-летие упоминания Москвы, да, ну, второй вопрос посложнее, тут уже надо знать биографию Долгорокого, потому что сам он умер в 1157 году, да, соответственно, и прошло таким образом, вот, памятная дата, да, это 850 лет, то есть тоже обращаем внимание школьников на вот такие моменты. Ну, и уже подходим к концу, да, наверное, я не могу остановиться на примере еще одного, вот задание номер 9, которое у нас обычно связано со всемирной историей, да, опять же, вот, объяснял Алексей Владимирович Воронович, да, в своей лекции о подходе к преподаванию истории, что там, как соотносятся, да, всемирные и российские события, вот, соответственно, мы исходим тоже из все того же стандарта, из той же примерной программы преподавания истории, и наши задания должны с ними так или иначе соотноситься. Ну, так вот, вот это задание я считаю тоже таким идеологически выдержанным, что ли, да, и, безусловно, опять же, с коммертивными практиками напрямую связано. Ну, наверное, уже сами прочитали, что речь идет вот о статье, да, где, значит, вот принципы пиара и пропаганды нашли, так сказать, самое яркое воплощение, вот, где говорится, что ежегодный парад победы в Москве – исключительно политическое мероприятие, что обычным людям он не нужен и так далее, но и при этом приводится также цитата, значит, о том Сбегнева-Бжезинского, да, известного, так сказать, сторонника мировой гегемонии США, который отмечал, что парадоксально разгром нацистской Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла, даже он отмечал, что не сыграла решающей роли в военной победе над эмпиризмом, и заслуга достижения этой победы должна быть признана за Сталинским Советским Союзом, ну, тут, конечно, указано, что одиозным, да, соперником Гитлера. Ну, и вот к этой акции «Бессмертный полк», да, соответственно, привязано наше задание, речь идет о событиях Великой Отечественной войны, о десяти так называемых сталинских ударах, нужно объяснить, ну, в данном случае, да, привести тут название международного договора, вот, указать страны коалиции, вот, но обращу внимание на третий вопрос этого задания, что в 2018 году, да, в акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 10 миллионов человек, вот, больше, чем население некоторых европейских стран, вот, и эта акция хорошо очищает совесть, как говорят ее участники, совесть тех, кто пытается забыть, кто на самом деле победил фашизм, и главное, какой ценой, вот, ну, и, значит, вот, от школьников требуется объяснить, да, попробовать объяснить значение вот символов, символов этой акции, красной звезды и летящих журавлей, да, на фоне этой самой красной звезды. Понятно, что тут использован образ песни знаменитой, да, песни журавлей, которую написал композитор Ян Фрэнкель, да, посвященной, стихи Расула Гамзатова, посвященной солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны, да, вот этот образ здесь и представлен, да, ну и, конечно, пятиконечная звезда, которая была символом Красной Армии, да, что помещали ее тоже на солдатских могилах, как мы знаем, да, и вот такой вот символ здесь получился, получился, соответственно. Вот, ну, вот я хотела, то, что я хотела вам показать в качестве примеров, да, коммеморативных практик в подготовке заданий для школьников, да, как их можно использовать, они, конечно, далеко, здесь представлены далеко не все, да, время у нас уже подошло к концу практики, конечно, мы используем и фильмы, и спектакли, да, и вот историческую живопись очень хорошо, да, и достаточно обширные, соответственно, у нас есть списки и литературы, да, и вот таких вот ресурсов, да, которые здесь можно задействовать, и при подготовке Олимпиады школьников можно обратиться тоже к сайту Санкт-Петербургского университета, да, где есть, соответственно, лекции и консультации для подготовки, где более подробно тоже я и мои коллеги рассказываем о особенностях, да, тех или иных заданий в разные годы там и так далее, на разных этапах. Все это доступно, свободно, бесплатно, и, как мне кажется, тоже может быть интересно даже и с чисто тоже такой вот познавательной точки зрения и просто интереса к истории, потому что мы стараемся вопросы все такие подобрать, ну, занимательные, да, безусловно. Кроме того, есть группа ВКонтакте и есть методическое пособие, да, которые мы ежегодно обновляем, да, которые тоже можно заказать в Санкт-Петербургском университете, его вам перешлют, да, под заказ, соответственно, тоже, ну, можно купить, естественно, тоже просто в магазине, вот, где разбираются тоже различные типы заданий и которые тоже содержат, ну, вот материал не только для подготовки, наверное, ну, и для какого-то повышения тоже своего образовательного уровня, как мне кажется. На этом я хотела бы завершить свое выступление. Может быть, есть какие-то вопросы, но вопросов я не заметила, не заметила нашей сегодняшней встречи. Ну, возможно, если кто-то посмотрит уже нашу встречу в записи, да, то они появятся и, соответственно, можно будет на них ответить уже в дистанционном режиме. Благодарю за внимание всех, кто были с нами. Всего вам доброго.